Доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами Мариан Демар. В сегодняшнем видео я хочу вам показать тест-драйв автомобиля Меркурий 1950 года такси. Empire B в мафии, то есть автомобиль данный называется как-то... Сейчас скажу... Quick Lissler, называется Windows Taxi. Оригинальный Меркурий отличался от этого тем, что у него задние двери, расположение... Значит, как они открываются, было наоборот, они открывались против движения, то есть ручка находилась не здесь, а вот здесь. Салон. Ну, салон типичный тех годов. Руль, магнитофон, приборы, бардачок. Сзади багажник. Вот, я думаю, это двигатель карбюраторный, скорее всего. Автомобиль. Значит, ездит на протяжении всего 51-го года игрового. Вот. Сейчас у нас дождь идет, мы можем видеть, как работают дворники нашего автомобиля. А при дожде, кстати, я еще вроде ни один тест-драйв не делал, но вот решил. Вот. Автомобиль, кстати, по разгону, ну, допустим, не такой плохой, сейчас мы поедем его как раз-таки замерять. А пока мы можем посмотреть на его, значит, управляемость. Еще, кстати, учесть, что дождь, но... Автомобиль... Автомобиль... Значит, Меркурий мне не очень нравится в игре, как его сделали разработчики. Не знаю, был ли он такой. Вот меня подрезал. Ага, ну ладно, не важно. Автомобиль выполнен не очень хорошо. Он похож на Бьюик, похож на Кадиллак, то есть автомобили тех годов. Похож даже на Форт, я думаю. Вот, сейчас мы едем. Так. 10 секунд проехали. Так, разгон, он берет плохо, то есть после 60 он вообще не едет. Так. А вот и... 100. 32 секунды. Ну... Я думаю, по тем годам скорость была нормальная. Тормозной путь мы сейчас смотрели. Ну... Тормозной путь у него... Со скоростью 40. Километров в час. Что-то его не видно вообще. А, я, кстати, знаю. Из-за чего это? Из-за того, что здесь дождь идет просто. Скорее всего, из-за этого тормозного пути просто не видно. Вот. Ну ладно, это не важно. Будем на глазок. Смотрите, кстати, сейчас мы... Послушаем, как он орет. Наш автомобиль. Да, еще что я хочу, это, значит, его затюнинговать. Вот. При, значит, оригинале он едет где-то примерно на... Думаю, 7 баллов из 10. Вот. Сейчас мы его затюнингуем, посмотрим, как он едет с тюнингом. В принципе, это автомобиль. Есть... Обычный, гражданский. Вот. Но он называется... Получается... Обычный Меркурий, то есть четырехдверный. Название его, конечно, сделали в игре сложным. Решетку радиатора прорисовали неправильно. Вот. Ну ладно. Сейчас посмотрим его разгон, но уже на глазок. Пять секунд до шестидесяти. Тюсаж. Двадцать секунд до ста. Максимальная у него скорость, я думаю, где-то примерно 160-150 км в час. Где-то так. С тюнингом у него максимальная где-то 170 примерно. Ой-ой-ой-ой. Чуть... Главное не врезаться. Автомобиль данного типа выпускался до 51-го года. А... Что... Ой. Это я, кстати, вот это вот врезался. Когда я его пытался тестировать. Сейчас мы проверим его... Значит, это вот... Занос. Так, ну, занос... Входит, только вот как-то он не очень хорошо из него выходит. Ну, сейчас еще раз это... Ладно, попробую. Будем думать, что с заносами в автомобиле все хорошо. Ладно. Так, еще надо проверить его надежность. То есть, врезаться на нем. Я не буду разгоняться быстро. Думаю, на такой скорости нормально врезаться. Ну, чуть побыстрее, может так вот. Так, ну, мы тут почти не... Значит, ну... Почти не умерли. Ну, сейчас попробуем чуть-чуть побыстрее. Сейчас, наверное... Он, наверное, потеряет много хп. Ну, посмотрим. Так, попробуем со скоростью 60 миль. Сейчас врезаться. А, ну, здесь, да. Здесь побольше, конечно. Но все равно. Наш автомобиль... Наш главный герой, вернее, не... Не... Не погиб. Так, что мы видим при наших ударах? Краш-тест. Так. Значит, помялось. У него перед чуть-чуть сместился. Угу. Расчет радиатора пришла в негодность. Вот. Ну, ладно. Сейчас тогда посмотрим его краш-тест. Я включусь туда. Мы видим, что автомобиль при, значит, аварии... Мы сейчас, кстати, перелетали через, получается, трамплин. Мы видим, что у него, ну, помялась крыша. Вот. Потому что удар пришелся как раз-таки на крыше. Вот. Мы сейчас туда попробуем еще раз. И потом, я думаю, перейдем к замеру его, значит, проходимости. Вот. Значит, мы продолжаем наш тест-драйв. Мы добрались до места, значит, исследования. Автомобиль на стоке едет сейчас. Проезжаем первое препятствие. Так. Автомобиль не слушается. А, значит, уходит, получается. Его очень сильно, а, значит, заносит он неуправляемый. По управляемости я ему ставлю один из десяти. У него управляемость ужасная. Вот. Ну, еще, конечно, плюс дождь, но он и при, значит, и при сухой погоде такой же. Потому что я же в мафию играю уже не один год. Так что я уже знаю эти автомобили. Вот. Так, значит. Проходит препятствие он ужасно. Скажем так. Вот. Управляемость у него ужасная. Вот. Ээээ. Пу-пу-пу-пу. Вот. Видим, как ее заносит. Как корова на льду. Действительно, он вообще. Мне даже кажется, он, если в гору он будет взбираться, он не сможет. Ну, в общем, на этом тест-драйв окончен. Автомобилю я поставлю шесть с половиной баллов из десяти. Не хочется, конечно, говорить, что он самый плохой, но он и не самый хороший. Вот. Но так, самое главное, то, что на нем ездить можно. Значит, а еще бонусом в следующий выпуск будет тест-драйв автомобиля такси, но уже другого. Вот. Уже в сороковых году. Вот. Так что, можно сказать, всем всего доброго. До новых встреч. С вами был Мария Андемар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.